Здравствуйте, я Александр Дугин, философ. Сегодня мы поговорим о том, что такое философия, кто такой философ, и какое место философия занимает среди науки, культуры, в обществе, в политике, в нашей жизни. Само определение философии – это греческое слово. Вот интересно, что в XVIII веке, в XIX даже веке в России пытались использовать термин «любомудрие», то есть русский аналог философии – «любовь к мудрости». Но этот термин не прижился, и мы вернулись к греческому слову. Точно так же этим греческим словом философия продолжает называться и в европейских языках, и в французском «ля философии», и в английском «ли философии». Мне кажется, кстати, слово, ну, словосочетание «философия» довольно неудачное. Вот, это печально. На самом деле, это довольно печальная штука. Вот, например, со словом «наука», ну, как бы, как бы там у нас какие бы неудачи со словом «наука» не случались, а их довольно много, да, приключений у нас с ним тоже довольно немало. Оно все равно как-то более удачное, как-то вот звучит вот это «сайенс», все такое, это нормально. Вот. А тем временем философия, блин, такая неинтуитивная штука, вот это само слово «философия». Любовь к мудрости. Что это вообще значит? Кому это вообще нужно? Кто этим вообще занимается? Какие-то любомудры, нелюбомудры. Что за ерунда? То есть, в этом плане слово «философия» само по себе, мне кажется, предельно неудачным выбором из всех возможных. Но что получилось, то получилось. К сожалению, выбирали греки. В итальянском «la filosofia» и в немецком «di filosofii». То есть, смотрите, это уже очень важное указание на смысл того, о чем мы говорим. Если слово категорически противится тому, чтобы вы перевели или нашли в других языках соответствующий эквивалент, значит, в этом слове есть что-то глубоко греческое. И действительно... Зависит от того, что мы понимаем под философией. Там от каждого отдельного понимания зависело бы то слово, которое можно было бы лучше использовать. Слово «философия» связано с культурой древних греков. То есть, древние греки не просто изобрели некоторое направление в своей деятельности, в своей культуре, в своей жизни, но они придали ему настолько важное и особое значение, что потом, в течение тысячелетий, другие народы, другие цивилизации, другие культуры, совершенно с разными ориентациями, разными... Не, к некоторым направлениям, возможно, и любомудрее подходят, да, вот это вот. То есть, я не то, чтобы сильно против, но, к сожалению или к счастью, мы называем философией слишком большое, прессу Янкил, количество разных явлений. И ввиду этого каким-то образом, ну, блядь, подобраться, подкрасться, так скажем, хорошему словосочетанию тяжело. С особенностями они сохранили этот термин, философия, любовь к мудрости. Но для того, чтобы понять, что такое философия, надо еще обратиться и к понятию филия греческая, то есть, любовь, потому что у греков было разное название для любви, и Агапе, и Эрос, и, в частности, филия. И самое главное, что такое София, потому что это тоже очень-очень тонкий, сугубо греческий термин. Сейчас мы об этом и поговорим, поэтому совершенно невозможно, и просто даже бесполезно. Не люблю плохие вводные лекции по теме, что такое философия. Плохими они являются в том случае, если они начинаются со слов, философия – это любовь к мудрости. Это тривиальность очень-очень на плохом уровне, тривиально, банально, сразу же в лоб. В лоб разбиваете своей, так скажем, тривиальностью. Короче, такое себе. Так, Борисен, ну, у греков та же самая, у них, по сути, и есть любомудрия. У них филос на первом месте, София, вот, София – мудрость, филия – любовь, любомудрия. Вот оно вам, буквально, дословно. Поэтому само слово, мне кажется, не очень удачным. Потому что в итоге, как бы, у философии появляется куда больше разных применений, больше разных таких интересных ее отражений в обществе. И, конечно же, вот эта вот самая любовь к мудрости, да как-то она, что-то как детский сад смотрится. Все это, честно говоря, любовь к мудрости. Я к мудрости могу так стремиться, и никогда не могу ее достигнуть. И поэтому я создаю религиозную секту пифагорейцев, там вот это вот все. Мех, мех, короче, я не знаю. Знаете, философию, исходя из каких-то общечеловеческих представлений, или говорить, начинать с того, что философия – это вот современное такое направление в науке, в культуре, в университете. Не, а я к тому, что у греков-то не лучше. Вот в чем фишка. Просто мы греческий как бы условно не понимаем так, да? Если он нам на слог, ну, философия. Ну, философия. Для нас просто слово философия в среднем, ну, ничего не значит. Если вы перевод заранее не изучили, или греческий не учили дополнительно, то для вас, ну, философия – философия. Ну, как бы, ну, бывает, что. В академии пытаться придать либо слишком узкий характер, либо слишком широкий характер философии, как к чему-то всеобъемлющему, что свойственно всему человечеству, или, наоборот, свести к какой-то очень такой ограниченной дисциплине, преподаваемой в вузах. И то, и то неверно. Нам надо составить представление о философии, исходя из того контекста, где она возникла. И вот то, где она возникла, чем она была для замех греков, как ее понимали те, кто ввели сам этот термин, и которые его, собственно, наполнили, насыслили содержанием, вот от этого зависит вся история, вся судьба философии и философов. И здесь можно обратить... Мне кажется, нихуя не зависит, по крайней мере, потому что сами греки неоднозначно понимали философию. После этого понимание философии менялось, и становилось то одним, то другим, там, да, и так далее, и так далее, и так далее. И в этом плане, мне кажется, что не то, чтобы прям сильно определило. Нет, на многих авторов такое понимание банальное, оно влияло, конечно же. Но при этом, несмотря на все это, мы все равно всегда включали в философов скептиков, скептики всегда были философами. Даже софисты, как бы, вроде бы, философы, и мы как бы их разбираем, и они тоже часть всего этого процесса. И от них избавиться нельзя, понимаете, в чем дело? И софистов разбирает вплоть, ну, там, сам даже Диоген Лаэрдский. А назвать софистов любомудрыми, на мой взгляд, очень трудно. У нас даже в советской философии, так скажем, академической, есть такое представление, как люди, которые хейтят, наоборот, мудрость, есть среди так называемых наших философов, которые есть в разных списках философов, и которые есть в том числе у Диогена Лаэрдского, который описывал жизнеописание философов, делал, да? Там вот немаленькое количество людей, которые, наоборот, ненавидели мудрость, так скажем, да? То есть выступали против мудрости, критиковали мудрость Платона, Аристотеля и так далее, так далее, так далее. Выступали с позицией незнания. И это, по факту, ну, довольно забавно, потому что... Приветствую, человек! Мне кажется, уже греки, даже на основании того, что они имели, на основании своего опыта, они не смогли бы дать нормальное определение философии, которое бы описывало все те явления, которые... Они же греки, и мы с вами включаем в число философов тех вот людей. И в этом проблема, как бы, тоже такая вот центральная в определении философии. Центральная проблема в определении философии возникла не с нового времени, не со средневековья, не даже не современности, понимаете, в чем дело? Это буквально... Это глубочайшая проблема древности. У нас, на мой взгляд, нету никакой четкой традиции понимания того, что такое философия. Просто есть отдельные философские школы, которые иногда монополизируют дискурсы и диктуют нам определение громче, чем все остальные дискурсы. И, собственно, заглушают остальные дискурсы. Вот такое может быть. Такое у нас может быть. Хочется к тому, что говорит Платон и поддерживает Аристотеля, это высоты философии. Какая нам нахуй разница, что говорит Платон и Аристотель? Не досягаемые высоты. И случайно Уайтхед говорит, что вся история философии, это лишь заметки на полях Платона. Кринжобулус, блин. Вся история философии, заметки на полях Платона. Ницше вышел в окно, это раз. А после этого, я не знаю, все индусы-китайцы, блядь, повесились. Видимо, нет никакой индийско-китайской философии. Ну, Уайтхеду как бы простительно. Уайтхеду простительно, будем честны, да, потому что, ну, в его времени вся эта тема еще не была настолько расфоршена. Сейчас просто индийская и китайская философии официально считаются, ну, философиями. И вы будете их проходить на уроках, на занятиях по философии, на философском факультете, и, может быть, даже просто в общем курсе. В учебниках по философии почти обязательно есть, почти всегда есть китайская и индийская философии. Ну, и Уайтхед, получается, что, пропизделся тогда, ошибся, глубочайше ошибся, если мы так все понимаем. Да и более того, да даже сами европейцы, греки и все остальные человеки далеко не всегда восходили к Платону. Ну, во-первых, была дотократическая философия до Платона. Понимаете? Еще раз давайте прочитаем. Если давай, как говорю, что вся история философии, это лишь заметки на полях Платона. Он, смотрите, это высказывание, вся история философии, это заметки на полях Платона, это такой, блядь, пиздеж ебаный, обоссанный. Даже на уровне непосредственно европейцев, даже греческой истории философии, потому что были мыслители до Платона. Мыслители до Платона тоже представляют собой часть истории философии. Софисты были. Более того, были оппоненты Платона, которые с Платоном не особо считались. То есть значительная часть вот эллинистических школ, они как бы вот нахую вращали вашего Платона, соответственно, и в ебальник ему плевали вообще без особых проблем. То есть он был абсолютно неинтересен как бы. Только как человек, на который можно поржать и покритиковать его. Какой-то там диагент Синопский угорал над Платоном, как над долбоебом просто конченным как бы. Не похоже, что он делал заметки на полях Платона, да, так скажем, диалогов. Похоже, что он делал заметки на ебальнике Платона в виде фейлов и рофлов, которые он только мог только выказать в его адрес. Что тема там с петухом, что там стал ходить там перед ним, да, вот это вот все. Как бы там были такие, блядь, пранки над этим Платоном, что мне кажется, ну, блядь, такое. И потом настолько вот эта вот фраза, ну, от нее пахнет идолопоклонничеством, что офигеть можно. Честно говоря. Вся философия, ой, не знаю, как-то там было. Да, вся история философии – это заметки, блядь, на полях Платона. Ну, хотя бы сказал бы, вся философия после Платона. Но это тоже неправда, блядь. Это тоже неправда, блядь. Ну, как бы, ну, ладно. Если добавить к этому фундаментальное нововведение, скажем, или дополнение к этой платоновской философии Аристотелем, то мы получим вообще всю картину философии. Вот если… Да вообще, блядь, всю картину философии, блядь, получим. Ну, конечно же, блядь. Просто возьмем и получим, блядь, всю картину философии. Вот так вот. Рассмотреть философию как Платон… Похуй на не платоников и не перепатетиков. Просто поебать. Просто похуй. Для чего изучать философию? Для всего. Хочешь лучше разбираться в научных теориях, в том числе изучая философию. Поймешь истоки этих теорий и методологий. Хочешь разбираться в эпистемологии, науке и чего угодно, тоже философия. Хочешь лучше угорать по политике, лучше разбираться с политикой. Придется рано или поздно перейти на философию политики. Потому что в философии политики самый, блядь, сок политический находится. Именно идеи, аргументы и все вот такое. То есть практически чем бы ты ни занимался интеллектуально… Нет, если быдло сидишь, блядь, вот так вот в жопе, я не знаю, ковыряешься дилдаком огромным, и это вся твоя жизнь буквально, тогда, наверное, тебе философия не нужна. Если там просто спортик, там тренируешься, бицуха, хуюха, блядь, все такое, да. Больше ничего по жизни не делаешь интересного, ничем интеллектуальным не интересуешься. Философия – хуйня. Если ты, блядь, инженер, который в жопе гаечным ключом ковыряется, и в этом вся твоя жизнь, конечно, тоже философия тебе не нужна. Если там сантехник, электрик, тоже можешь без этого обойтись. Но, если ты начинаешь интересоваться какими-то глубокими интересными вопросами, в том числе околонаучными, в том числе какими-то вопросами, связанными с искусством, этикой, моралью, эстетикой, ценностями и так далее, и так далее, и так далее, если ты философию не будешь читать, в этих темах ты будешь умственно неполноценным хуесосом, потому что ты не будешь знать ни своих оппонентов, не будешь знать их аргументов, будешь предлагать самые наивные какие-то, в общем-то, вещи, и, соответственно, для всего, Для всего, что может поднять тебя интеллектуально, тебе понадобится философия, и в творчестве она тебе пригодится, и по жизни может даже пригодиться, хотя я здесь, наверное, не знаю, все же я считаю, знаете, вот это вот привлечение философии к жизни занятием для плебса по большей части, такое, знаете, низкое занятие, мне кажется, такое, знаете, низкое, 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 бессмысленное. И Аристотеля, который суммирует всю предшествующую досократическую мысль и предопределяет и предвосхищает всю платоническую, постсократическую мысль, то мы будем недалеки от истины, потому что... Будем очень далеки от истины, и в плане греческой философии будем очень далеки от истины. Ну, постгреческая философия, конечно, уже потом очень сильно распространяется, именно платонизм прежде всего, и потом уже перепатетизм, и это трудно. Философия это то, как ее сформулировал Платон и Аристотель. Если мы понимаем Платон... Лол. 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 Причем Платон и Аристотель крайне ангажировано определили философию, и вообще... Вы просто прочитайте «Ебанное государство». Просто прочитайте «Ебанное государство». Кто у Платона философы? Кто, блядь, у Платона философы? Кто, блядь, платоники, нахуй? Вот так вот, охуеть. Охуеть, вот они, правители философы, они платоники. Круто определили, конечно, классно. Платона и Аристотеля, то мы можем приблизиться к философии, а потом уже узнавать Платона и Аристотеля в самых разных и в самых далеких отголосках греческой культуры, в том числе и в христианской. В христианском богословии, в христианской культуре, в философии нового времени, даже в исламской философии. А можно ознакомиться с Гераклитом и узнавать отголоски Гераклита в разных, собственно, вещах? Или Парменида. А отголоски Парменида можно узнавать даже и в Платоне, и в Аристотеле неожиданно. Кто бы, блядь, мог подумать? Оху! Как быть-то, блядь? Это же очень оценочное осуждение. Платон и Аристотель — это некий абсолют, блядь, философии. Один писал шизодиалоги, второй написал большое количество интересных философских трактатов, между прочим, это правда. Проблема вообще с Платоном заключается в том, что он реально написал кучу шизо-диалогов, и не до конца понят, какой позиции он придерживался, и чтобы восстановить позицию Платона, необходимо читать дополнительные источники, типа там Диоген Лаэрского, самого Аристотеля и кого-нибудь еще, потому что, ну, блядь, вот эта вот художественная форма диалогов Платона не позволяет восстановить его точку зрения на мир, и даже его доказательства полностью не позволяет восстановить. Да, это метод диалектики, он, конечно, интересен сам по себе, но, блядь, как бы, ммм, такое. Если мы постигнем философию Платона Аристотеля, мы найдем доступ к философии как таковой. Если мы в силу каких-то пройдем испытания Платоном Аристотеля, то мы находимся в... Но, к сожалению, Платона Аристотеля, конечно, все равно читать придется, именно из-за их влияния на вот философию. Это, да, влияние есть, безусловно, и оно огромное, к сожалению. И на греческую философию оно более-менее крутое, да, хорошее. Особенно у Платона большое влияние на греческую философию. Но там была конкуренция. Просто уже, когда мы пойдем дальше, влияние Платона и Аристотеля на средневековую философию будет несопоставимо выше, чем остальных философов, понятное дело. Ну, дальше немножко все в правах восстановится, чуть-чуть, да, но Платон и Аристотель все равно будут в фаворе, к сожалению. К сожалению, именно эти люди предопределили развитие именно европейской философии, и альтернативы мы не увидели. При том, что я бы хотел понимать и видеть за философией нечто большее, чем то, что продолжает Платон и Аристотеля. Что-то, что продолжает Эпикура, тоже философия. Что-то, что продолжает скептицизм, тоже философия. Что-то, что продолжает там еще что-то, тоже философия, да, там, не знаю, какое-нибудь учение. Вне философии это бесполезно, поэтому философия начинается с Платона и Аристотеля, и есть... Пиздец, блядь, да, все говорят с фалеса. Философия начинается с Платона и Аристотеля, нихуя себе. очень много очень глубоких и очень фундаментальных мыслителей которые на этом и заканчивают начинают и заканчивают они начинают изучать платона изучают а всю жизнь заканчивают изучением платона и это совершенно прекрасно и это очень достойно это очень по-философски потому охуеть считать диалоги пожилого каменного шиза на протяжении всей жизни это очень почетно мое почтение как же как же круто что был в средневековье один схоласт который разбираясь с термином а аристотеля антилехия он настолько в уныние потому что читая перечитывая платона и аристотеля пытаясь понять что имел ввиду философ аристотеля относительно термин антилехии он никак не мог ни в чем разобраться он даже в какой-то момент в отчаянии будучи монахом человеком он сказал я готов душу продать дьяволу чтобы понять что такое интеллигия надо спешить смеяться над этим схоластом просто речь идет о том чтобы понять значение фауст того или иного философского термина того иного понятия действительно уходит не только не то что много времени но огромное количество духовных интеллектуальных жизненных сил и иногда силу расскажем религиозных то есть это такие вещи в философские категории которые которые могут быть оплачены и должны по сути быть оплачены человеческой душой и человеческой жизнью вот настолько велико значение философии как таковой огромный не значение философии действительно велико но просто колоссально но просто огромна тотальная я с этим я согласен с тем что влияние философии велико но просто дугин то пытается протянуть определенную крайне ангажированную философию которую я нет я и уважаю я уважаю платона и аристотеля но просто как бы я не меньше уважаю пикура например я не меньше уважаю демокрита я не имею я не меньше уважаю демокрита чем чем Платона. Я не меньше уважаю Протогора, чем Платона. Протогора даже, наверное, побольше уважаю. Интересные персонажи были в античности, понимаете, в чём дело? А вот... Парменида я, наверное, даже больше Платона, наверное, уважаю. Как бы... Ммм... Зачем замыкать всю философию на каком-то одном, блядь, персонаже? Одном или двух? Какой в этом смысл? Философия огромна, прекрасна. Она, собственно, фрактальна. Она разливается в разные стороны. Разные авторы друг на друга влияют. Улучшают в итоге философию, критикуют друг друга. И это прекрасно, это замечательно. Зачем весь этот большой, многополярный, многополярный по Дугину даже, философский мир сводить к одному полюсу? Это же безумие. Ну, это просто безумие, на самом деле. Я не понимаю, зачем. И это не только дугинское безумие, на самом деле огромное количество академиков так делают. Огромное количество вообще философов за всю историю так делали. Это, на мой взгляд, принципиально неправильно. Платон и Аристотель хороши, но плюрализм дороже в данном случае. Как бы. И вообще в целом знание, истина дороже, да, по крайней мере стремление к ней, все такое. Нахер нам эти Платоны и Аристотели, ну как нахер, их учитывать стоит, безусловно. Если у нас есть неограниченное количество, ну, ограниченное, в истории философии, к сожалению, ограниченное, но потенциально неограниченное количество других мыслителей с альтернативными подходами, идеями, методами. Чего мы на этих-то замыкаемся, персонажах? Чтобы один конкретный термин понять, человек, не самый последний схоласт, был готов продать свою душу дьяволу. Это, конечно, чрезмерно, но на самом деле уже такое введение дает представление о том, насколько серьезная философия. Друзья, хотим напомнить вам о приложении Лекторий Достоевский. Все наши лекции, курсы и подкасты... Платон и Аристотель говорили, что философия начинается с удивления. Это кринж? Это кринж? Нет? Вот обязательно у людей, у всех, которые занимаются философией, философия начинается с удивления. Это кринж? Разве нет? С чего начинается философия? Если мы хотим понять, что такое философия, надо обратиться к этим базовым, фундаментальным определениям. Здесь на помощь нам приходит Гераклит, который говорит, что когда мы умрем, мы удивимся. То есть удивление, философское удивление, это не обычное удивление. Это не когда мы сталкиваемся с чем-то неожиданным или непредсказуемым. Это особое, совершенно особое удивление, которое приблизительно совпадает с тем, когда человек умирает и вдруг обнаруживает, что он жив. Но он находится совсем в другом мире. Он находится совсем в одном пейзаже. Перед ним другие существа. Понятно, почему Дугин так говорит, но вообще в целом весь материал из-за этого и получается предельно ангажированным, что, мне кажется, слишком ослабляет вообще весь пафос этой речи. Когда ты выступаешь с такой речью, что такое философия, наверное, ты пытаешься в метафилософию. Это вопрос метафилософский. Что такое философия? Метафилософия — это то, что разбирается с тем, что такое философия. Она над философией находится и объясняет ее. Если твоя метафилософия равно мнение твоей школы по поводу того, что такое философия, ну, хуево, че. Слишком просто. Значит, ты не столько метафилософией занимаешься, сколько пропаганды своего учения и подхода. Перед ним другие горизонты. И вот эта связь философии как таковой или состояние философа со смертью — это не случайно. То есть, когда Платон и Аристотель говорят, что философия начинается с удивления, они имеют в виду вот это гераклитовское удивление, то есть, фактически, внезапная вспышка того, что перед нами открывается абсолютно иной мир, абсолютно иная действительность. Мы видим вещи такими, какими, никогда их не видели. И это даже не просто новые вещи. Это иные вещи, которые открываются нам в свете философии. То есть, вещи могут быть даже теми, но их значение, их смыслы, их внутреннее бытие настолько для нас оказываются непривычным, что мы застываем в этом моменте удивление. Причем это удивление, подчеркивает Платон, оно внезапное. То есть, нельзя готовиться к этому удивлению. Оно либо есть, либо нет. Таким образом, философ в каком-то смысле умирает только при жизни. И при жизни же воскресает после своей смерти и видит совершенно иную действительность. Так может быть, философом, натуралистом, который, собственно, нихуя не умирает при жизни. Действительность, которая замещает привычную действительность. Вот это удивление, этот акт удивления, этот момент удивления отличает философа от человека. Философ — это удивившийся человек. Философ — это тот, кто, глядя на... Мне кажется, то есть, он периодически толкает свою телегу, так скажем, пропагандирует свой подход часть времени, а другую часть времени он просто приветствует город видеть. Он просто какие-то словоформы сверху набрасывает. «Блядь, я не знаю, по какой причине и зачем ему это надо». Короче, берет, просто набрасывает какие-то красивые слова, чтобы просто это было симпатично. Привычную вещь, которую любой другой проходит совершенно спокойно и не зацепившись никак своим вниманием, вдруг эта вещь, она не дает философу сойти с места, она его завораживает, она его притягивает, потому что он открывает в вещи, в любой, в цветке, в речке, в проходящем юноше, в горной вершине, в маслине цветущей. Он в маслине, блядь, ловил маслину только что по-философски. ...замечает то, что его удивляет. И даже речь идет не о том, что он увидит, скажем, в дереве гамма-дриаду, а в источнике нимфу. Это не столько религиозно- религиозно-сакрального удивления, сколько удивления того, что, оказывается, вещи имеют некоторое особое внутреннее измерение, вещи имеют смысл. И вот философия начинается с этого внезапного откровения, обнаружения смысла внутри действительности. вы скажете, но как же я понимаю, что смысл, я тоже понимаю, вот эта вещь нужна для этого, это для того. В магазин хочешь купить продукты, так вот, как Незнайка говорил, что он ничего не знал, но ботинки он умел завязывать, значит, он что-то знал. Так вот, приблизительно в таком же положении Незнайки находится человек по отношению к философу. То есть, человек думает, что и он тоже понимает какой-то смысл, какой-то логику, у него концы с концами сходятся, но философ это совсем другое. Философ это когда наоборот привычные цепи банальной рациональности рушатся, взрываются, и человек оказывается в абсолютно новом для себя антологически, бытийно состоянии, когда он удивляется. Вот это удивление, философское удивление, его действительно лучше всего соотносить со смертью. И вот интересно, что перед смертью в диалоге Фидон, перед смертью Сократа, Сократ рассказывает своим верным ученикам то, что будет, когда он выпьет ябцикоты. То есть, вот сейчас он с ними, сейчас он находится в их мире. Сократ может просто в старости это ебанулся. Я бы не переставал это учитывать. о лекторах сложить впечатление, что задача у них в том, чтобы, растекаясь по древу, привлечь аудиторию за определенный период времени, а не рассказать материал. Все же можно скомпоновать. Да, ну не, на мой взгляд, у Дугина здесь очень много сконцентрированной именно пропаганды определенного взгляда на философию. Такого полтанического, что ли. Но, блядь, пруфов, как говорится, не будет. Он просто авторитетно заявляет, что это так, и все. Но вот-вот он выпьет яд цепутый и его не будет. Но дальше он говорит. Ну не, я именно про то, что да, проблема не в том, на что вы указали. То есть он, конечно, немножко растекается, так скажем, есть попытки в красивые слова, но здесь больше конкретная четкая пропаганда проглядывается. На самом деле, рассказывает Сократ, мы живем во впадине. То есть мы думаем, что мы ходим по земле, а море и дно его под нами, а на самом деле мы находимся на дне. И то, в чем мы живем, это не воздух, а вода. И поэтому, когда философ умирает, говорит Сократ, он поднимается сквозь толщину того, что мы считаем живые, воздухом, она сам является водой, и потом переходят на настоящую землю, землю, которая находится на небе. И на этой настоящей земле находятся настоящие камни, которые все драгоценные, настоящие храмы, в которых находятся не изображения богов, а сами боги, настоящие звезды, а не их отражение в воде. База. Иными словами, философ после того, как умирает, он удивляется тому истинному миру, который был скрыт у него вот этим сдвигом стихий на одну стихию вниз. Мы думали, что это земля, а это было дно, и нам для подлинной земли нам надо еще всплыть и подняться. Философы живут на облаках после смерти, и там есть истинная жизнь. Очень напоминает христианскую картину мира. В другом произведении Сократа, Павлатона, где тоже фигурует Сократ, государство, речь идет о пещере, и там тоже объясняется, кто такой философ. История такая, что узники сидят на дне пещеры, смотрят на стену и видят, как по стене бегают тени и считают это действительностью. То есть, их тела скованы, они не имеют права смотреть никуда, а философ является тот, кто не удовлетворяется этими тенями, и он умудряется освободиться от оков. В своем удивлении, а откуда же берутся эти тени, ищет настоящего. Ну, как философ Платон круче. Как стилист уже лучше Аристотель. Ну, просто Аристотель очень многое берет у Платона, поэтому Платон просто больше. Как заебало пещера Платона. А самое забавное, что огромное количество людей, они прям дрочат на пещеру Платона и одновременно с этим критикуют существование разного рода симуляций, как будто бы это вообще невозможно. Меня вот это вот больше прет, как бы, да, с одной стороны, вроде бы, пещера Платона легальный какой-то образ, хотя, по сути, это описание определенного рода симуляции, где у вас есть какая-то реальность, а есть тени вещей, которые, по сути, ну, как сновидение, что ли, как что-то такое. Ринджа? Настоящего объяснения и поворачиваются в другую сторону. И тогда он понимает, что эти тени на стене, это продукт того, что на верхней дороге, как говорит Платон, несут, идет религиозная процессия, они несут разного рода статуи, разного рода священные предметы, которые отбрасывают эти тени. Тогда философ начинает подниматься, карабкаться на эту верхнюю дорогу и уже видит не тени вещей, а сами вещи, которые бросают тени благодаря тому, что существует огонь. Тогда философ двигается к огню, но он понимает, что это огонь искусственный, что это тоже не настоящий мир. И надо идти еще дальше, тогда он выходит из этой космической пещеры и наконец-то видит весь мир. Тогда он видит вначале звезды, и поскольку он не может еще смотреть на солнечный свет, он привыкает к множеству идей, и потом уже, открыв этот удивительный мир, этот мир удивления в полной мере, он созерцает лучи солнца, потому что его глаза, его зрение натренировалось к видению истинного света. Поэтому философ это тот, кто удовлетворяется тем, чем удовлетворяется человек. То есть философу надо сравнивать или противопоставлять, например, ни с физиком, ни с лириком, ни с поэтом, ни с доктором, ни с инженером, ни с торговцем. Философ это фигура в каком-то смысле альтернативная человеку. Ну, это опять же восходит к диалогам Платона, где как раз философ это полубог, по сути. Ну, он между человеком и богом, получается. То есть занимает полубожественную позицию. То есть обычный человек это узник пещеры иллюзорного мира. философ тот, тот, кто в акте философского удивления осознает, что этот мир является ненастоящим, неподлинным, и он от этого мира отворачивается, он из этого рабского состояния узника избавляется и поднимается к подлинному миру. А что дальше делает философ, это тоже удивительно. Казалось бы, он, скажем, как в Федоне умер. Это уже, скажем, необратимо. А в государстве Платона философ, который вышел из пещеры, практически как бы умер. То есть пришел к истинной действительности, которую он обнаружил в своем философском восхождении, а дальше этот философ спускается внутрь пещеры. Почему? Потому что он любит истину, и ему жалко тех узников, ему жалко людей. Философ понимает, что эти люди... Ну, ему не обязательно может быть жалко людей, наверное. Скорее всего, когда он будет им рассказывать про истинный мир, будут в него плевать, говорить, дайте мне отвлекать о нас, мы смотрим истинную действительность на экране этой пещеры, эти тени нас страшно возбуждают, увлекают, не отвлекая нас своими рассказками о подлинном мире о своем удивлении, но философ любит людей. Философ не просто довольствуется сам полученным знанием, он хочет рассказать о нем другим. То есть, философ это еще и миссия, философ это тот, кто жертвует собой, не остается в этой истинной, красивой, подлинной действительности, где все камни драгоценны, а спускается в этот мир, где в основном в цене грубость и пошлость для того, чтобы его изменить. Сократ говорит в этом диалоге Платона государства, да, философ убивают, философ убивают, и они знают, на что они идут, когда решают спуститься в эту пещеру снова. Они знают, на что они идут, но они отдают себя во имя людей, для того, чтобы люди узнали, что такое философия. Потому что, если люди не узнают, что такое философия, они такими свиньями, какими не являются без философии, такими червями, такими дебилами, такими недоумками, такими дегенератами и помрут. А дальше в платоновской картине было представление, что, прожив без философии и не удивившись ни разу, человек спускается ниже по цепочке существований. В христианстве это называется ад, Платон считал, что люди будут перерождаться в животных, чем, более, скажем, человек больше любил поесть в жизни. Дорогие рестораны, шашлыки, весна приходит, какого-нибудь мяса, сальца. Это ему обеспечена в следующий раз судьба свиньи. Если человек все время заботился, беспокоился, у него будет там судьба муравья, то есть или воробья. В любом случае есть как же он уничтожает быдло всякое. Как же он трахает всех этих гопников, да? Как же он ебет? Животных видов, которые показывают себе предел нефилософского существования, что если вот человек так и не откроет свою жизнь, ни Платон, ни Аристотель, ни те, кто строили свои философские модели на их взглядах, на их воззрениях, на их теориях, вот-вот, пожалуйста, животный мир показывает там огромную гамму того, что будет с нами, если мы не откроем наконец-то то, что должны открыть, то есть диалог Федон, диалог Федор, диалог хуевик 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 вот, что бы я сказал, грузовичок люди люди, люди такими, какими они должны быть, люди божественные, люди, в которых живет дух, потому что ум сам Платон и Аристотель считают божественным началом, и в человеке он дан именно как источник того возможного глубинного удивления, как источник пробуждения, как его истинное содержание, которое покажет наконец-то заблуждающему, пребывающему в иллюзии, в плоти человека покажет истинную картину вещей. В принципе, философия это судьба человека, это отнюдь не профессия или не какая-то форма занятия, это то, чем люди должны были стать или быть, если бы они были людьми. Ха-ха-ха! Смотрите, с одной стороны мы начинали с того, что как бы философ это на условно полубог, да, что-то выше, чем человек, а потом философ это тот, кем человек должен был бы быть, если бы он был человеком. Что, блядь? И, соответственно, если мы не будем иронизировать над бедными людьми, которые не являются философами, можно сказать, пока человек есть человек, у него есть шанс и более того, есть призвание стать философом хотя бы в какой-то мере. И если даже человек не сам не становится философом, он чувствует такую фатальную трагическую недостаточность своих способностей душевных и умственных, он должен понимать, насколько велико значение в культуре философов, философии, он должен ценить этих философов, которые жертвуют собой для человечества, как говоря, пиша свои книги, ведя свои беседы, читая свои лекции, потому что философы это пробужденные, которых прохотят пробужденные, блядь, от догматического сна, видимо. Как же его прет, блин? пробудить других, это освобожденные, которые хотят освободить других, не освобожденных. Это познавшие, хотя бы причастившиеся, пусть косвенно к истине, которые хотят открыть эту истину другим. Поэтому философия это даже не призвание, философия это судьба, философия это миссия, и философия это жертва, это огромная жертва, которую человек приносит человечеству, приносит, вот человек, реализовавший в себе человека, он приносит во имя других людей. Интересно, что тот же Платон говорит, но ведь как нам заставить философа вернуться как озон, отсылка на озона большая, когда он выйдет из пещеры и увидит истинную действительность, как его привлечь вниз, как ему объяснить, что он должен пойти на это жертвенное служение людям, тогда у Платона, здесь как раз некоторая ирония у Платона, он говорит, хорошо, если бы человек сам обрел философию и открыл истинный мир, он, скорее всего, все же не вернулся в нашу пещеру, поэтому мы должны помочь людям выбраться из пещеры, но они должны нам дать слово, что они... Как же людям похуй? Как же люди не хотят выбраться из этой ебаной пещеры, блядь? Ух! Ух, эти люди! мы пещерой, блядь, пещера, ебаная пещера! И сюда вернуться, то есть мы должны воспитывать философов изначально, мы должны им помогать, мы должны их взращивать, и тогда, поскольку они будут обязаны нам за то, что мы это сделали, они, став философами, они принесут нам наилучшие законы, они станут кастой правителей, потому что гораздо лучше будет государство, если им будет править очень умный, глубокий, пробудившийся человек, знающий истинные пропорции действительности, который увидел, как оно на самом деле, чем идиот, или чем просто фокусник, или манипулятор этими тенями, потому что знающий истину, он любит истину, а здесь очень важно, он любит Софию, философ, здесь слово филы, мы начали говорить, философия, философ это тот, кто любит Софию, и если он любит мудрость, если он любит Софию, то он не сможет предать ее, и даже если ему будет выгодно что-то скрыть от этих несчастных узников пещеры, он не сделает этого, потому что он руководствуется не выгодой, он руководствуется не прибылью, не комфортом, не собственным продвижением, не уютом и не властью, он руководствуется лишь любовью к истине, поэтому он может сказать истину неприятную людям, он может навлечь на себя гнев толпы, он не раб толпы, и он не использует идиотизм толпы в своих частных целях, он будет говорить истину, даже если толпа будет одним насмекаться, у него плевать, и даже если она его убьет, именно потому что философ это призвание, и у него все достоверно, у философа и любовь, и мудрость, и именно достоверность одного и одного и другого, делая и того, и другого, делает его настоящим философом, теперь можно обратить внимание, как много очень громких слов про философов, насколько же охуенно, а сколько же охуенно эти философы, и еще на два типа, два типа ума, о которых говорит Аристотель, Аристотель говорит о том, что есть два доступа к философии, два пути к философии, один он называет фронисис, фронисис, это можно так перевести, как интеллектуальная деятельность, как интеллектуализм, фронисис это последовательное рациональное накопление знаний о мире, это складывание наблюдений, это исследование глубочайших богатств человеческой культуры, и здесь человек, который стоит на пути фронисиса, он безусловно в начале своего пути он обладает небольшим знанием, объемом знания, то есть его фронисис недостаточный, он такой первичный, а если он проживет настоящую полную интеллектуальную жизнь, то конечно в конце жизни он существенно обогатит свои представления, он будет путешествовать, он будет софия, мудрость, изучать разные культуры, разные языки, будет читать книги, будет беседовать с умными людьми, делать выводы из своей собственной жизни, из жизни своих знакомых, и в результате его фронисис существенно возрастет. Это очень важный аспект философской жизни, упражнения в размышлениях, упражнения в знании, но что интересно, арестуйте говорит, что это не единственный доступ к философии, и более того, это не самая главная философия, вот казалось бы, человека привлекает сфера мысли, он начинает изучать труды других философов, ну что, как еще можно описать, что может быть лучше, он проделывает большой путь в этом направлении, но нет, Аристотель говорит, на самом деле философия не это, это фронисис, а философия это момент рождения в человеке Софии, и здесь этот момент рождения Софии в человеке, Софийный момент, об этом пишет как раз Аристотель, это не накопление знаний, это не результат осмысления разных теорий, знакомства с философскими системами, это не наблюдение за жизнью, и не результат осмысления ситуаций, в которых мы оказались, София это нечто другое, это может произойти с человеком на всем протяжении его жизни, от юношества до старости, а может и не произойти, и когда эта вспышка Софии происходит, то после этого человек получает прямой доступ к тому, что является мудростью, то есть к тому, что является истиной, это София всегда внезапно, не люблю всю эту хуйню про Софию, потому что, давайте так, у меня в первом романе, кстати, у меня есть персонаж София, во-первых, это раз, в одном из моих романов, ну вообще очевидно, маловероятно, что в моих романах когда-то не попадутся все известные возможные имена, ладно, шучу, так вот, у меня же начинается мой первый роман с рассуждения о Софии, и честно говоря, это просто банальность, ну, это такая тривиальная тема, которая не особо интересна сама по себе, и, конечно, является переливанием непосредственно кала, переливанием кала, короче, является, не знаю, кому это нужно, не знаю, кому-то интересно, вот как-то так, термин экзайфнес греческое, греческие, который подчеркивает и Платон, и Аристотель, София приходит внезапно, можно искать знания, мудрости, ума, всю жизнь, можно на этом пути очень существенно развиться и фундаментально улучшить свои качества, но это еще не философия, это хождение вокруг философии, вокруг Софии, без доступа, а если София открывается, то это происходит, подчеркивает Аристотель, мгновенно, мгновенно и сразу и это может произойти с юношей и тогда вот он раз и он философ, это может произойти с взрослым человеком раз и он или она, потому что Платон говорил, что женщины тоже имеют доступ к философии, им труднее, но они тоже могут быть стражами государства, может стать философом в зрелом возрасте и пожилой человек, который всю жизнь, например, занимался, может быть, не тем, чем надо, если он будет отмечен этим прикосновением Софии, он изменится и станет полноценным философом и одновременно тот, кто всю жизнь пытается стать философом, идя по пути фронесиса, может и не стать этим настоящим философом, потому что София либо есть, либо нет, и приходит она внезапно, этот момент либо есть, либо нет, но он отличает того, кто философ, от того, кто не философ, несмотря на весь его интеллектуальный потенциал. То же самое говорил Гераклит, тоже загадочный мыслитель, он говорил, что я до какого-то момента ничего не знал, а после какого-то момента я знаю все. Вот такой парадокс. Речь идет о моменте Софии, потому что в момент Софии человек получает знания не последовательно одно за другим, а мгновенно, синхронно. Он видит сразу все и одновременно. И вот это синхронное схватывание подлинной сути реальности, подлинной сути бытия есть этот Софийный момент. То есть до этого момента ты ничего не знаешь, даже если ты всю жизнь занимаешься философией, а после этого момента ты знаешь все, потому что ты можешь развертывать это знание в любом направлении. Это момент Софии. Это очень важно, что как раз София она выбирает. Да, она тайно присутствует в каждом человеке. Каждый человек является хоть немного, но потенциальным спящим философом. Но просыпается, расцветает, открывается, пробуждается София только в определенный конкретный момент. И тот же Гераклит говорит, многознание уму не научает. Он имеет в виду именно как раз эту Софию, этот момент Софии. Мы можем стараться знать больше, и больше, и больше, и с точки зрения Софии мы никуда не приблизимся. Еще интересно, что Аристотелем София и Фронисис разделяются с точки зрения целей. Поэтому если задаться вопросом, для чего нужна, например, философия, к чем она полезна, здесь... Философия много, чем полезна. На самом деле перечислять устанешь, чем она полезна, но, к сожалению, полезна она преимущественно людей для умненьких таких, для не тупых, короче. Если ты не тупой, тогда ты можешь использовать философию для очень большого количества разных вещей в своей жизни, включая для науки той же самой. То есть, опять же, если вы сиентист, вам не то, чтобы философию дорога совсем уж заказана, и вас там никто не ждет, и вам там места не будет. Вот. но нет. Есть два ответа. С точки зрения фроносиса Аристотель говорит, это очень полезная вещь в любых отношениях, потому что человек, который изучает мысли мудрецов, наблюдает за жизнью, исследует разные жизненные ситуации, он извлекает из них определенные выводы, которые очень полезны всем остальным. Поэтому фроносис и люди, которые занимаются фроносисом, это некая параллельная что ли философия. Философия философов неудачников, философия философов, которые так и не стали тем, кем они хотели быть. Как вот, например, в любви тоже бывает, что мы можем любить человека, а он нас не любит. Но не любит и все. Бывают же, согласитесь, такие ситуации. Вот человек, который остается на уровне фроносиса, это такой неудачный любовник. Вот он полюбил кого-то, а ответной любви не получил. Ужас. Очень жалко такого человека, но если он любит, то он своей любовью и удовлетворяется. И поэтому его любовь, она сама по себе ценна. И, наверное, в качестве своего собственного жизненного пути она достаточно приносит человеку содержание, по крайней мере, его бытия. Уж лучше любить безнадежно, чем не любить вообще. Потому что человек без любви, это же совсем просто какой-то фрагмент льда никому неинтересный. Поэтому не случайно вот это слово филия есть в названии философии. Философия это о любви. Это о глубинной любви. Но она бывает взаимная, бывает нет. Вот фроносис в чистом виде это любовь без взаимности. Когда мы любим Софию, а София нас нет, не любит. И она холодна к нам. Если мы настоящие носители фроносиса, то мы все равно будем настаивать. Нет, я еще раз открою Гигеля, который мне не дается. Я попытаюсь прочитать Хайдегера в оригинале. Я переосмыслю Канта. Я вернусь к средневековой схоластики. Я буду героем, я буду взрослым философом. Это очень хорошо, мужественно. Может быть, вспышка крыла Софии осенит такого упорного возлюбленного, который без всякой надежды старается понять что-то в этих словах, в этих формулах, повторяет их, но не может прорваться к их смыслу. В этом есть тоже благородная трагичная вещь. во Фроносисе. И Фроносис, Аристотель очень полезен, потому что на этом пути нарабатываются многие технологии, многие знания, которые можно поделиться, много знания. Уму это действительно не научает, а вот всякую пользу в жизни приносит значительную. А вот о Софии, то есть о смысле философии Аристотель говорит так, София абсолютно бесполезна. если мы только попытаемся спроецировать на Софию, на мудрость, хотя бы какую-то утилитарную пользу, спросим, зачем эта мудрость, как бы ее нам применить, она убежит мгновенно, она улетит, и следов ее мы больше никогда в жизни не найдем. то есть София, вспышка Софии, это как божество, которое нужно не для того, для чего-то, для того, чтобы что-то решить, а это фактически мы нужны для того, чтобы его славить. То есть София это божественное измерение, духовное измерение в нас, которое не имеет никакой тилитарной прикладной пользы. София это самое чистое, самое возвышенное, самое ценное, но все, что имеет цены, это уже дешевка. София не имеет никакой цены, потому что она бесценна, она превышает любую форму обмена и ни для чего не служит. Как только мы подходим к Софии с рыночным подходом, все, мы обречены, мы никогда не станем ни философами, никогда не поймем, что такое мудрость, и никогда не приблизимся к философии. Вот это тоже очень специфический греческий подход, греческий подход, который ценит не то, что нужное, практичное, полезное, а то, что ценит, выше всего ставит, как раз ненужное, как раз бесполезное, как раз то, что невозможно перевратить в инструмент, то, что невозможно продать, то, на чем невозможно построить власть или карьеру. То есть пропорции меняются. В философии София и есть высшая цель. Не цель достигается для чего-то, чтобы потом ее применить, а наоборот, если мы сподобимся прикосновения к крыл этого божественного существа, спящего в глубине нашей души, если вспышка Софии произойдет, мы знаем, что такое философия. Вот вкус к философии, понимание ценностей философии, это в каком-то смысле обесценивание всего остального. Нет ничего более возвышенного, насыщенного, абсолютного, дающего высшую форму переживания. Но он, конечно, это реклама моего почтения для философов. Мое почтение отрекламировал. Философы в ахуе такие сидят потом. Но в этом есть некая так скажем правда. В этом есть некая правда. Будем честны, то есть, да, это все-таки философия. Это все-таки философия, она в этом плане многократна, многогранна, 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 очень по-разному может себя проявлять. Что тебе такое? Звякнешь? Давай, иди, отдыхай. Любви, наслаждения, чем философия. В этом отношении и она сравнима исключительно с религией, но и идет она в принципе параллельно, потому что София у греков была просто божественной фигурой, как Афина, Паллада, и можно говорить о Софийном моменте, а можно об Афинном. Как Афина, Паллада, блядь, ладно, шучу. Моменте, Моменте, Моменте. Так Афина – это одно имя. Моменте Афины, которые философ открывает в самом себе, как божественное присутствие в глубине собственной души, собственного сердца. Это опыт философии, если угодно, опыт Софии, когда философия консумируется, когда наша любовь становится разделенной, и когда нам возлюбленная говорит «да», вот тогда происходит этот момент Софии. И это возлюбленная, это самое высшее и прекрасное из возможных начал. Вот что такое философия. Теперь, если мы вернемся в наш мир, хотя в наш мир лучше уже не возвращаться, понимаете, если вы следовали за таким введением в философии, если вы старались понять значение греческих изначальных смыслов, то если вы были достаточно внимательны и делали это деликатно и правильно, то в современный мир, мне кажется, вам возвращаться не захочется. Ну, то есть, либо я в чем-то ошибаюсь, потому что этот мир построен на таком брезгливом непринятии всего тонкого, всего возвышенного, всего глубокого. Он настолько поверхностный, настолько мелкий, он настолько грубый, он настолько уродливый, он настолько неделикатный, что в нем подобного рода дискурс и подобного рода размышления о философии могут вызвать исключительно лишь глубочайшее отторжение. И здесь мы сталкиваемся тоже с очень интересным моментом, потому что философия была особенностью той трагической, высокой, героической культуры, которую создали древние греки. И для них грубость, утилитаризм, польза, рационализаторство, все это торговля, например, все это было занятие недостойным настоящего мужа и даже настоящей жены. то есть только уникальное, только чистое, только освобожденное от материальной весомости, от прагматизма, от пользы, все это только возвышенное считалось по-настоящему ценным. То есть не работа и не отдых, а свобода. Вот свободный человек для греков, он и должен был заниматься философией. И речь идет не просто о свободе социальной, потому что вот в Риме мы знаем был философ Эпиктет, который был рабом и был философ Марк Аврелий, который был императором. И с точки зрения свободы и тот, и другой полностью оба принадлежали к исторической философии, оба признавали высший статус свободы. И раб может быть духом свободный, и император может быть рабом своих страстей, своих власти, своего окружения. Кто по-настоящему свободен, решает не социальное место, а момент Софии, потому что именно пробудившийся, удивившийся человек становится по-настоящему свободным, потому что он вспышкой видит подлинные смыслы действительности, и уже для него все равно, абсолютно все равно, раб он или император, потому что император может быть рабом, а раб, будучи философом, может стать выше любого императора. Отсюда, кстати, целые институты в традиционном обществе, например, дервишей в исламском мире, бедняков, бедных бродяг, которые были подчас советниками, даже наставниками крупнейших правителей исламского мира. Бедный, ничтожный дервиш, у которого нет ничего, но если он живет истинной духовной жизнью, истинной свободой, так он, стержав просвещение, освещение Софии, он может становиться советником падишаха, гораздо более, занимая более высокий уровень, чем все социальные страты. Точно так же в христианском мире юродивы и подчас самая близкая фигура к царю. И царь может, скажем, карать своих советников, но юродив он пощадит, потому что им, его устами говорит кто-то более глубокий и более свободный, чем даже царь. Вот эта традиция внутренней свободы, она греками понималась именно так. Это свобода для того, чтобы максимальным образом раскрыть глубину своей собственной души и обнаружить в ней это божественное измерение, которое в ней глубоко сокрыто. А для этого надо освободиться от материальных забот, от материальных ограничений. Сделать это невозможно ни наверху социальной лестницы, ни вне социальной лестницы. Даже убегая от общества, человек оказывается полностью в его сетях. И становясь правителем, это, кстати, худшая форма правителя по Платону и Аристотелю это тиран. А кто такой тиран? Это правитель без философии. Это тот, кто правит, опираясь на банальные представления о действительности. Потому что истинный правитель должен быть философом, если у него так не сложилось, значит, он должен опираться на философа, который опишет ему, как Мерлин, Артуру, или как стражи истинного государства, идеального государства Платона, опишет ему подлинный мир. А уже там правитель будет действовать в соответствии с теми истинными маршрутами реальности, а не будучи жертвой этих игры, этих теней на стене пещеры. Поэтому для того, чтобы по-настоящему познать свободу, недостаточно иметь какое-то материальное благополучие, это совсем в другом направлении ищется свобода. Свобода ищется в том же направлении, где ищется мудрость. И люди, которые любят истинную свободу, они любят мудрость, они любят то, что открывает им истинные пропорции бытия. Отсюда важный вывод, что греки ставили в центре своей культуры философию. Философия считалась самым благородным мудростью. Ну, да, многие излагать вообще не особо умеют, поэтому, да, согласен. Я не считаю, что Дугин тупой, например, но, как бы, отрицать тот факт, что по большей части здесь мы сталкиваемся именно с такой своеобразной пропагандой, ну, трудно тоже, именно философской пропагандой. Не имеется в виду политическая пропаганда, то есть здесь Дугин не кричит убивать, 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 профессор, я так считаю, но все же. И достойным занятием свободного мужа, и так была построена культура, не всегда это доходило в адекватное воплощение, те или иные полисы, те или иные тираны, те или иные города, те или иные области, Эллады, греческого мира, который, в общем, был распространен вплоть до Черноморья и Италии, в Среднеземноморье, покрывалось колониями вот этих мыслящих, свободных носителей греческой культуры, не всегда и не во всех областях эти идеалы соблюдались, но они всегда оставались настроем и струной греческой культуры. Так вот, наша современность, которая обязана грекам, всем, абсолютно всем, потому что мы их прямые потомки и с религиозной, и с культурной, и с языковой, с философской точки зрения, с точки зрения искусства, потому что до сих пор театр или трагедия носят те самые греческие имена и те самые греческие смыслы, которые носители этой невероятной, божественной греческой культуры вложили их изначально, мы постепенно проматываем и утрачиваем это греческое наследие. И особенный разрыв с великим духом Греции, с философией, с античностью произошел в новое время, когда появились новые люди, которые сказали, а зачем нам это все, зачем нам какая-то истина, вот мы видим эти тени, зачем мы будем искать, удивляться, давайте воспринимем их за реальность, давайте адаптироваться к тому, что есть, давайте воспринимем материальный, телесный мир, его законы, его интересы, его прибыли, его нормативы, давайте возьмем за высшую ценность и будем отныне так и жить. То есть в начале нового времени в буржуазной Европе произошло восстание на философию, восстание на возвышенное, восстание на Грецию и сегодня, конечно, философы оказались давно уже никому не нужными, не нужными странными существами, то есть наш мир не знает, что такое философия, не хочет знать, что такое философия и на месте философа выступают просто какие-то чиновники или какие-то совершенно условные люди, которые в лучшем случае занимаются такими сбором и кодификацией фронесисы, о чем мы говорили. Вот само забвение о Софии как о смысле философии, как о центре философии, о идре философии, это и есть суть современного мира. Поэтому мы обнаруживаем с таким трудом возможность понять, что такое философия, потому что для нас ее не существует, для нас ее не может существовать. она нужна либо как подсобная дисциплина для каких-то научных исследований, либо не нужна вообще. Для нас философия это не живая реальность, а это какой-то музей смысла и значения которого мы едва ли понимаем. Это памятник тому, чего не существует. Это память какой-то забытой и не очень значимой иллюзии. И вот мы приходим к довольно острому выводу к концу завершения нашей беседы о том, что такое философия. Понять, что такое философия можно только пройдя путь из Греции. В тузах пройди моих сначала. Я не считаю так, что понять, что такое философия можно только пройдя путь из Греции к современности и так далее. Это неправильно. К философии очень много путей, бесконечное множество путей. А Дугин нас обманывает, я считаю. Лжет. Лжет нам, короче, яро. Античности в современности в обратном направлении. То есть выучив греческий, открыл для себя этих авторов, понявши, восстановив контекст той культуры. И тогда, если мы сможем сделать это, 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 огромный, проделать работу по освобождению своего сознания, своего духа, своей души, своих навыков от современности, от западного, буржуазного, модернистского, материалистического, технократического, такого торгашеского отношения к реальности только за этим пределом. начиная со средневековья, в обратном направлении, если идти от нового времени, через ренессанс к средневековью, вот то... я не про то, что он обманывает и лжет, я именно про то, что это ложная информация, вот так вот выразимся. Это ложная информация. В этом средневеку и впервые мы можем увидеть нечто напоминающее философию, что в свое время ведет нас глубже и глубже в греческую античность. Наш философ Николай Бергаев, русский философ, Бергаев, не случайно говорил о новом средневековье, если мы всерьез задумаемся о достоинстве и важности философии, нам необходимо новое средневековье. Это минимальный исторический контекст, в котором достоинство философии может быть восстановлено в новом мире, в постмодернистском мире бужуазного нового времени. Философия, по сути дела, не заведена до некой прикладной чисто технически инструментальной дисциплины, которая никакого отношения с истинным смыслом философии иметь не может. ЖИЕСТЬ